Элис Уэллер К мисс Уэллер, сказал Арчер Четвертый этаж, уточнил лифтер Вас ждут? Да Арчер вздохнул смешанный запах масляной краски, пыли и времени И вспомнил приятные вечера, которые когда-то проводил в этом доме Когда муж Элис, друг Арчера, был жив После его смерти Арчер посещал Элис все реже и реже Оправдываясь перед своей совестью тем, что нашел ей более или менее постоянную работу Когда стал режиссером, причем время от времени ему приходилось преодолевать сопротивление продюсеров Чтобы впихнуть ее в свою программу Элис сама открыла дверь На ней было немыслимое девичье летнее платье, в котором она выглядела старше своих лет Тугие завитки волос, вероятно, только что после бигуди, закрывали ее лоб Она слабо улыбнулась, когда Арчер поцеловал ее Рада видеть тебя здесь снова, сказала она без тени упрека Давненько ты не заходил Когда она вешала его плащ, Арчер обратил внимание на ее руки Они были красные и в трещинах, как будто она недавно перемыла кучу посуды Она проводила его в гостиную Несмотря на яркое платье, вид у нее был усталый Садись сюда, указала она на кресло У того, на котором ты любил сидеть, пружина вылезла Арчер сел и почувствовал себя виноватым Из-за того, что она помнила какое-то особое кресло На котором он любил сидеть Он ничего такого не помнил А себя я, пожалуй, посажу сюда Сказала Элис и забралась ногами на Софу, издавшую жалобный стон Это был ее единственный способ аффектации, насколько помнил Арчер Она говорила, посажу себя и разбужу себя и повезу себя домой Вероятно, это очаровало когда-то какого-то мужчину И она неосознанно продолжала прибегать к этому трюку Чувствуя себя сразу же моложе, когда им пользовалась Арчеру всегда было немножко не по себе Когда он слышал нечто подобное И сейчас ему тоже стало неловко Она застыла в избранной ею позе на жесткой Софе Как бы вдруг лишившись всей присущей ей природной грации Ральф был бы рад тебя видеть, сказала Элис Он часто тебя вспоминает Как он? Спросил Арчер, гадая, сколько еще ему нужно выждать ради приличия Прежде чем сказать ей, зачем он пришел Он так вырос, что ты бы его не узнал, сказала Элис с материнской гордостью Теперь он говорит, что хочет стать физиком Знаешь, в газетах сейчас столько пишут о науке И к ним в школу приезжают ученые, рассказывают о новейших открытиях Она тихо засмеялась Закрыв глаза и слушая только мелодию ее голоса Можно было вообразить рядом с собой молодую очаровательную девушку Не знаю, почему мальчики не хотят больше быть пожарниками и жакеями Как во времена моего детства Ральф был ее единственным ребенком Ее муж, архитектор, только-только начал пожинать плоды первых успехов После годов борьбы, когда погиб в автомобильной катастрофе В 1942 году Он был в некотором роде политическим мыслителем И не верил в страхование Окинув взглядом комнату с потертой мебелью и заштопанными занавесками С атмосферой непрочности и отчаяния Словно в ней жили люди, которые уже не вынесут следующего удара жизни Арчер подумал Что было бы лучше, если бы архитектор не имел таких оригинальных взглядов И купил бы страховой полис на имя жены Перед тем, как отправиться в ту роковую для него поездку Так много разных проблем навалилось сразу, говорила Эллис На прошлой неделе мне предложили роль матери в одной разъездной труппе Хорошая роль, и платят неплохо И готовы заключить со мною контракт на год Но это значило бы оставить Ральфа одного Отправить его в школу-интернат Я говорила с ним об этом Он удивительно вырос С ним можно говорить обо всем И он мужественно отнесся к такой перспективе Но в последний момент я отказалась от предложения Она грустно рассмеялась Не знаю, что я буду делать, когда он вырастет и женится Впрочем, мне пора заткнуться Все о себе да о себе Как ты-то поживаешь? Выглядишь ты вполне благополучно Я, между прочим, собиралась тебе звонить Последнюю фразу она произнесла с вымоченным кокетством У меня все в порядке Сказал Арчер, считая это выражение ничуть не хуже другого Моя программа держит меня на плаву Она и меня держит Сказала Элис со смущенным смешком И Ральфа Не надо было упоминать о программе Подумал Арчер На следующей неделе у тебя тоже есть роль Сказал он, обрадовавшись тому, что хоть это он может ей сказать Еще сто долларов, чтобы поддержать жизнь Ральфа и его матери Совсем неплохая роль Небольшая, правда, но колоритная Спасибо, Клемент Элис даже всплеснула руками Ее благодарность, подумал Арчер Всегда откровенна до неловкости Мистер О'Нил позвонил мне и сказал Арчер составлял списки актеров Которые будут заняты в его программе на неделе И О'Нил обзванивал их всех в понедельник утром Теперь Элис ожидают плохие понедельники Когда она будет просиживать утро у молчащего телефона Если, конечно, Хатт не передумает Чем дольше я буду тянуть, подумал Арчер Тем труднее будет начать Элис Начал он, нервозно потирая рукой макушку Я попал в неприятное положение О! Воскликнула Элис На ее лице появилось выражение беспокойства Я могу чем-нибудь помочь? Случилось что-то непонятное, сказал Арчер Это касается тебя Меня? Элис была скорее удивлена, чем напугана Ты ведь знаешь, сказал Арчер За последний год театральные агентства Отказались от услуг многих актеров Которые Он замялся, подыскивая подходящее слово Которых обвинили в том, что они коммунисты Или сочувствуют коммунистам Клемент Элис с тревогой смотрела на него Тебя уволили? Да? Арчер слабо улыбнулся Пока еще нет Элис вздохнула с явным облегчением В наши дни, сказала она Нельзя угадать, что может случиться завтра Элис, продолжал Арчер С твердым намерением не отвлекаться больше от главного Дело в том, что мне предложили не приглашать впредь тебя Для участия в моей программе Странно Она улыбнулась Это была непроизвольная механическая улыбка Не имеющая отношения к веселости И тем не менее растягивающая уголки губ в стороны и к верху Так же машинально, не замечая, что она делает Элис подняла руки и потрогала туго закрученные локоны на ушах Но ты ведь не сделаешь этого, сказала она Ты только что сам сказал, что есть интересная роль для меня И он, Нил, звонил сегодня в десять утра Сказав это, он удивился, почему так сказал У нас две недели, чтобы сделать что-то Две недели? Две недели? Элис опустила плечи и положила руки на колени Что можно сделать за две недели? Не сдавайся раньше времени Сказал Арчер, расстроенный быстро капитуляцией Элис Мы можем многое сделать Не понимаю Элис тяжело поднялась в Софы Подошла к окну, пряча лицо от Арчера С чего все началось? Что они говорили обо мне? Хат получил в гранках статью из какого-то журнала Говорил Арчер медленно и внятно, чтобы его слова дошли до сознания Элис В ней утверждается, что ты и еще несколько человек принадлежите коммунистическим организациям Ты принадлежишь к какой-нибудь организации, которую можно было бы назвать коммунистической? Элис обернулась и посмотрела на него растерянно Я не знаю Она казалась рассеянной, как будто бы ей было трудно сосредоточиться на обсуждаемом предмете Я состою в нескольких Актеры за равенство Ассоциация учителей и родителей Потом эта лига, которой мой муж посылал деньги Лига защиты гражданских прав негров Я иногда посылаю им по пять долларов Ты думаешь, какая-нибудь из них? Пожалуй, нет Сказал Арчер Есть что-нибудь еще? Но я определенно не состою в коммунистической партии Элис попытался улыбнуться Я иногда бываю рассеянно, но это я помню точно Я не сомневаюсь Арчер улыбнулся ободряюще Я не сделала ничего противозаконного Голос Элис становился тверже По мере того, как она привыкала к мысли, что ей нужно защищаться И что Арчер пришел, чтобы ей помочь Я бы знала, если бы нарушила какой-то закон Как ты считаешь? Все не так просто, как кажется Сказал Арчер Ему было не по себе От того, что приходилось разъяснять Элис Новый, мрачный, неопределенный порядок вещей Из-за натянутых отношений между нами и Россией Продолжал он наставительно, как учитель Из-за напряженности, возникшей после войны Образовалась некая сумеречная зона В которую люди могут попасть И не совершая ничего противозаконного Эта зона, как бы сказать поточнее Морального неодобрения, что ли Неодобрения определенных взглядов Определенных организаций Взглядов? Элис рассмеялась и рухнула в кресло Как будто устала до изнеможения Кто знает, какие у меня взгляды? Я сама не знаю О, мой бог, ты, наверное, думаешь, что я круглая дура? За последние несколько лет я потеряла способность Связно думать о чем-либо Я похожа на тех дур в шляпках, которых рисуют в карикатурах Нисколько, сказал Арчер Чувствуя, что его тон, пожалуй, излишний и гриф Да-да Элис печально покачала головой Ты слишком вежлив Даже Ральф иногда надо мной смеется А ему ведь всего четырнадцать Она достала с книжной полки за креслом фотографию сына И глядела на нее А может, сказала вдруг Элис, оторвав взгляд от фото Это связано с тем, что произошло зимой? Что произошло зимой? Быстро спросил Арчер Я получила идиотское письмо Печатными буквами Карандашом написанное С кучей ошибок Что за письмо? Арчер пытался не показывать своего нетерпения Попытайся вспомнить все, что можешь, Элис Анонимная? Я прочитала только половину и выбросила Противно было читать Меня обзывали там по-всякому Удивительно, чего только не опускают в почтовые ящики Там было написано Почему я не убираюсь туда, откуда приехала Если мне не нравится здесь Элис попробовал рассмеяться Я не знаю, что они имели в виду Моя семья жила в Нью-Йорке больше ста лет Они угрожали мне Она посмотрела на потолок, вспоминая При этом кожа у нее на шее натянулась и разгладилась Скоро мы позаботимся о тебе и таких, как ты Было там написано Ждать осталось недолго В Европе брили головы женщинам вроде тебя Но ты одним этим не отделаешься Арчер закрыл глаза Ему было стыдно за людей, мимо которых он проходил каждый день на улице Почему ты не показала письмо мне, спросил он Я не могла, сказала Элис Там было такое, что никому нельзя показать Я вставила новый замок и обзавелась дверной цепочкой Она нервно рассмеялась Но ничего не случилось Я даже забыла об этом и не вспоминала до сегодняшнего дня У тебя есть какая-нибудь идея? Почему именно тебе послали такое письмо? Спросил Арчер Теперь, думал он, мы вступаем в другую область В область анонимных угроз бедным вдовам Жить в большом городе значит пользоваться всеми его культурными преимуществами Да, сказала Элис Это случилось после большого митинга в отеле Уолдорф Митинга за мир В нем еще участвовали русские писатели и композиторы, которые приезжали к нам тогда Ты была там? Спросил Арчер, еще не веря своей догадке Да, была Сказала Элис вызывающе Какого черта ты там делала? Я представляла работников радио Предполагалось, что я выступлю, но я так разнервничалась, что отказалась в последний момент Я должна была говорить о вредном воздействии на детей радиопостановок о преступниках и преступлениях Безнадежно, подумал Арчер, слушая ее мягкий, словно бы извиняющийся голос Абсолютно безнадежно Ты не представляешь, как они вредны, сказала Элис искренне Там постоянно мучают людей, убивают, бьют по голове Это единственное, из-за чего я ссорюсь с Ральфом Он часами просиживает у приемника Слушает, перевозбуждается, вместо того, чтобы гулять или делать уроки На этот счет у меня совершенно твердые убеждения Подчеркнула она, как бы удивляюсь тому, что позволила себе роскошь иметь твердые убеждения по поводу чего-либо Когда подошла моя очередь, я поняла, что не смогу выйти и стать перед всеми этими людьми Я сослалась на головную боль В это время вокруг отеля были тысячи пикетов, сказал Арчер Неужели ты не понимала, что могла попасть в неприятную историю? Я видела эти пикеты Какие-то низкие типы Грубые и, по-моему, не очень-то разумные Сказала Элис по-женски категорично Именно такого сорта люди могут послать женщине анонимное письмо с площадными ругательствами Твоя фамилия была указана в программе? Спросил Арчер устало Да Элис встала с кресла Кажется, она у меня в столе Если тебе... Не важно Не важно Сядь Он внимательно смотрел на Элис Пока она снова усаживалась По крайней мере, теперь он знал Почему этот журнал включил ее в свой черный список Не так уж и много нужно было для этого, как понял он Всего лишь одна непроизнесенная речь О вредном воздействии радиосериалов на умы подростков Он тряхнул головой Как угораздило тебя вляпаться в это дело, Элис Фрэнсис Мазервелл Сказала мне про митинг и попросила выступить Она сказала, что такие митинги привлекают общественное внимание к проблемам войны и мира И способствуют предотвращению Третьей мировой войны Фрэнсис Мазервелл, подумал с горечью Арчер Почти ничем не рискуя сама, энергично снабжает лозунгами и неприятностями женщин с тощими банковскими счетами Ты не должен сердиться на меня, Клемент, сказал расстроенный Элис Я знаю, многие люди считают, что с этим митингом что-то не так И газеты писали, что это, мол, очередной трюк коммунистов Может быть, действительно, немногого можно достичь таким способом Но если даже этот митинг хоть чуточку уменьшил желание людей в Вашингтоне и Москве начать новую войну Хоть самую чуточку, я должна была на него пойти Я уверена, любая мать, тем более если у нее единственный сын, сходит с ума, когда думает о войне Ральфу четырнадцать? Еще четыре или пять лет, и он достигнет призывного возраста? Моя старшая сестра, она живет в Чикаго, проводила сына на войну Он вернулся, но был ранен в лицо Ему оторвало нижнюю челюсть Десять операций, никакого толку Элис остановилась Он не выходит из дома Не хочет никого видеть Целыми днями сидит в своей комнате наверху Я читаю газеты, и каждый день они твердят о необходимости быть твердыми Об ультиматумах О том, что нужно послать войска туда-то и туда-то Строят новые подводные лодки Самолеты, ракеты, делают бомбы Я смотрю на своего сына, которому четырнадцать лет Смотрю, как он сидит и разучивает пассажи на велончели И думаю, что все это они готовят для него Все эти старики в Вашингтоне, все эти генералы, все эти газетчики Они готовят это для того, чтобы убить Ральфа Взорвать Об этом я думаю каждый раз Когда читаю речь генерала в газете Каждый раз, когда вижу новые самолеты в кинохронике Когда я прихожу домой из кино, я иду в комнату Ральфа и смотрю на него, спящего И думаю, они хотят его убить Они хотят его убить Я сейчас скажу тебе кое-что, Клемент Она повысила голос Если бы мне было куда уехать И я могла бы наскрести нужную сумму Я завтра бы взяла Ральфа и уехала На самый маленький островок В самую отсталую страну Я спрятала бы его там и сама бы спряталась Конечно, такого места нет на земле Они позаботились об этом В голосе Элис звучала глубокая и искренняя горечь Какой никогда до этого Арчер не слышал Так что я сделала, что могла Я набралась храбрости и пошла однажды на митинг В Уолдорф-Асторию, на Парковыню Сказала она с сарказмом И обзавелась дверной цепочкой Элис, дорогая, сказал Арчер как можно мягче А тебе не приходило в голову, что тебя использовали Пускай, сказала Элис Они могут использовать меня, как хотят Если это только помешает войне Арчер пожал плечами Окей, сказал он Я тебя понимаю Он вытащил из кармана трубку И набил ее табаком Ты думаешь, я не права, Клемент? Спросила Элис Ее голос снова звучал неуверенно Нет, я так не думаю Ответил Арчер, чувствуя, что вопрос слишком сложный Чтобы дать на него однозначный ответ Он встал, держа трубку в руке Мне пора Элис тоже встала Клемент Что мне делать, если мне больше не дадут работы? Как я буду жить? Как Ральф будет жить? Стоя рядом с ним, упорно заглядывая ему в глаза В своих нелепых кудряшках, свисавших на лоб и на уши Она выглядела осунувшейся и постаревшей Не беспокойся напрасно, сказал Арчер Только потому, что должен был сказать что-то Ты не позволишь им уволить меня, Клемент Ее руки вцепились в его плечи У нее были большие, сильные руки И он чувствовал ее ногти сквозь материю Арчер вздохнул Я на твоей стороне, Элис, сказал он Я хочу, чтобы ты знала это Ты не позволишь им уволить меня? Повторила она свой вопрос, как будто не слышала ответа Арчер обнял ее Она дрожала Он чувствовал, как мелкие быстрые спазмы пробегали по ее телу Она не плакала Ее тело было твердым, затянуто в корсет Ткань платья на ощупь была скользкой Клемент, прошептала она с отчаянием Ты не позволишь им уволить меня? Арчер притянул ее к себе и поцеловал в щеку Губами он ощутил шершавость кожи Нет, сказал он Я обещаю тебе Она еще секунду прижималась к нему Затем отстранилась Она все еще не плакала Ее губы дрожали, но слез не было Когда-нибудь, сказала она Я скажу тебе, Клемент Как я благодарна Она потрогала трубку, которую он держал в руке Я так рада, что тебе все еще нравится эта трубка Что? Переспросил Арчер, рассеянный, и посмотрел на свою трубку Это была одна из старых трубок Он ее достал сегодня утром из стола Потому что она единственная оказалась вычищенной И тут он вспомнил Что Элис подарил ему эту трубку Когда он дал ей роль в своей первой программе Было это давно, еще во время войны Это была прямая вересковая трубка И стоила она, наверное, очень дорого Трубка была красивая, но почему-то плохо тянулась И он редко ею пользовался Да, сказал он Это одна из моих любимых Я так рада, мой любимый Я так рада, как я люблю его